Привет всем, я Лидия. И сегодня не могу не поделиться своими впечатлениями о прочитанном недавно в связи с 200-летием за день рождения нашего великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, в общем-то, не только для любителей поэзии, будем так говорить, каждый просвещенный человек, русский особенно, знает о Лермонтове, знает о том, что он погиб всего лишь, когда ему было 26 лет, на дуэли с Мартыновым Николаем. И знает о том, что незадолго до гибели он предсказал свою собственную кончину в стихотворении «Сон», что в полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубоко еще томилась рано, дымилась рано, по капле кровь точилась моя. Ну, эта дуэль произошла в Пятигорске, то есть это недалеко от Дагестана. Предсказывал он по последующим уже расшифровкам и 17-й год, злополучный, когда влюбленный Лермонтов был отвергнут, предметом своей страсти, то написал стихотворение под названием «Предсказание». Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет черн к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Знаете, бурашки по коже от таких стихотворений. Ну, значит, то, что я прочитала, называется «Мистический Лермонтов». И здесь в основном именно о магии чисел, о каких-то событиях, связанных с этой самой магией. Известно, что Лермонтов не любил числа 15 почему-то. Ну, причина банальная, если сложить вместе, то получится 6, а 6-ку он крайне тоже не любил. Вот что удивительно, по старому стилю Лермонтов родился 3 октября, а по-новому 15 октября. Еще более зловещее совпадение умер Лермонтов 15 июля, по старому стилю. Далее, значит, еще много таких не менее любопытных совпадений. Первую мистическую загадку юбилеев поэта заметила Анна Ахматова. Воспоминание об этом оставил ее литературный секретарь Анатолий Найман. Когда 14 октября 1964 года они ехали по Ленинграду на такси, до него показался световой столб, превратившийся в крест. Ахматова сказала, это Лермонтов. По его годовщине всегда что-то жуткое случается. Столетие рождения в 14-м году, Первая мировая. Столетие смерти в 41-м, Великой Отечественной. 150 лет дата так себе, но и события пожиже, но все-таки с небесным знамением. Ахматова словно воду глядела, на следующий день, 15 октября, стало известно, что в Кремле случился переворот, сняли с должности первой стоят, с карты ПСС Хрущева. До 150-летия ПСС не дожила, конечно. Адоба с грустью констатировала, что наблюдение подтверждило. В 1991 году случился августовский путь, следствие чего Горбачев лишился власти, а сам СССР распался. Вот такова еще. Вот оказалось, что в 1939 году, на 125-летие, тоже юбилейное, с дня рождения ПСС, началась финская война. А в 1989 году, когда ему исполнилось бы 175 лет, началось падение коммунизма в Восточной Европе. Ну и вот эти все роковые совпадения, как бы, наводят на мысль. А что должно случиться? Это в 2014 году, в текущем году, в связи с 200-летием, с дня рождения. Ну, год, как говорят, выдался тяжелым. Евромайдан в центре Киева, приснение Крыма, гражданская война на юге и востоке Украины, противостояние России, Запады и США, санкции, крушение малайзийского самолета. Ну и многие астрологи были уверены, что не стоило в 2014 году проводить Олимпиаду в Сочи, потому что Сочи-то как раз недалеко от Пятигорска. И как бы это все не больно ладно. Ну, о жертанских корнях я, наверное, не буду и говорить об этом. Многие тоже, видимо, читали, что его прапоропредок Томас из Иркельдуна, известный как Томас Рифмач, который пропал когда-то, то есть, по легенде, значит, он встретил королеву феи, она вела ее в себе на 7 лет, а потом отпустила, сказала, что ты вернешься, как только я этого пожила. И вот в один прекрасный момент, буквально в лесу, во время, значит, праздника со своими друзьями, он увидел вышедшую из леса олениху с олененком, быстро встал, пошел за ними, больше после этого никто не видел. Достаточно загадочная такая. Ну, при жизни вот этот Томас Лермонт, он, кстати, будто бы, по легенде, тоже, обладая его даром правительским, предсказал смерть края, вот, шотландских королей, в связи с чем, вот, в 1613 году один из представителей этого рода королей и проклял вот этого самого Томаса весь его род. Вот таковы, значит, вот такие вот факты. И вот мне дальше подсказывать, когда я сегодня смотрела документальный фильм о Лермонтове, и там рассказывалось, что, так сказать, рода Лермонтовых и Мартынов по сих пор, так сказать, не контачат. Они до сих пор, зная существование друг друга этого рода, они не прощают. И даже когда предки Мартынова направили письмо предкам Лермонтова, которые в США сейчас проживают, с тем, что пора бы уже, как бы, и это, и забыть, и мы-то потомки-то при чем здесь, чего же мы-то сейчас-то будем делить и прочее, и вспоминать, что это старый, ладно, тот Мартынов в чем-то виноват. Хотя высказывается версия, что причина дуэли была в том, что Мартынов вступился за свою сестру, подозревая, ну, не джентльменском отношении к ней Лермонтова. И для этого будто бы есть основания, потому что вскоре после гибели Лермонтова сестра этого Мартынова быстренько вышла замуж и тут же быстренько родила, как-то неурочно. То есть предполагается, что ребенок-то Лермонтовский. Вот как бы вот так. Тут уж теперь не знаю, кто и что послужил, и кто прав, и кто виноват. Но тем не менее вот так. И поэтому, так сказать, предки Лермонтова сказали, не-не, оно, конечно, так, потомки как бы и не виноваты, но поддерживая с вами связь, то есть протягивая руку, мы считаем, что мы как бы вот пожимаем руку вот тому злодею, тому самому Мартынову. И даже отказались сдавать тесты на ДНК с тем, что в апреле действительно они Лермонтовы, те ли это Мартыновы и так далее. То есть никаких этих. Вот я тем не менее прочитала, что сейчас, кстати сказать, британская компания, составляющая родословно, проводит работы по подтверждению версии предсказания Лермонтова при помощи анализа ДНК вот того самого Томаса Ивмача. Вот как было так. Поэтому до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова